Приветствую вас! Знаете, первое, с чего бы мне хотелось начать, свой ответ, это с того, что вы хорошо чувствуете образ, образы, хорошо видите образы. Видимо, вы очень эмоциональный человек, либо эмоциональный, либо творческий. Можно, конечно, предположить, что ваша жизнь, она не отличается такой вот яркостью, такой вот остротой, драйвом, как это у вас есть во сне. Но я думаю, что, скорее всего, это не так. Я думаю, что, скорее всего, у вас все в порядке. Вот просто вы такой вот человек достаточно эмоциональный и хорошо-хорошо владеющий образным мышлением. Вот, с другой стороны, такие яркие, подробные сны, напоминающие рассказ, на мой взгляд, не есть и не есть хорошо. Это говорит о том, что ваше подсознание слишком, слишком хорошо себя чувствует, то есть спите вы достаточно беспокойным сном. Это говорит о наличии неудовлетворенности, о наличии конфликтов внутри вас, о наличии проблем, о наличии подавления проблем, о наличии избегания проблем, стремления, по крайней мере, к этому. Вот. И это, конечно, не является чем-то хорошим. Тем не менее, это всего лишь предположение пока, поэтому здесь я могу ошибаться. Что касается истории, которые вы описали, то если говорить в общем, то это история о том, как вы перекладываете ответственность на других людей. На людей, которых вы, может быть, любите, может быть, дорожите. Это история о том, как вы чужими, по факту, руками делаете то, что хотели бы вы сами. И я сейчас говорю, естественно, не про удар, который был нанесен вашему бывшему молодому человеку. Я говорю о том, что вы прекрасно знаете, что дальше, если вот сон продолжит, вы, например, за своим бывшим молодым человеком ухаживали бы. Вы бы были с ним, ну, близки, скорее всего. Вы бы давали ему свою поддержку, тепло, и, может быть, даже опять бы с ним сошлись. Условно говоря, вам хочется, чтобы мужчина в отношении к вами был в роли такой вот жертвы, которой нужно спасать, которой нужно ухаживать, за которой нужно ходить, следить и так далее. Железно, короче говоря. А вы сами, вы сами хотели бы сближение, но не на тех условиях, на которых это происходило, когда вы были вместе. Я полагаю, что расстались вы именно поэтому, потому что, ну, потому что вас не устроило то, как человек выстраивает отношения с вами. То есть, ну, вам не понравилось это, как человек устраивает отношения с вами. Может быть, это было некомфортно вам, может быть, было неприятно вам, может быть, вы чувствовали себя уязвимой в этих отношениях, ну, в отношениях с ним. Не знаю, но в любом случае вам хотелось спасать его, вам хотелось делать что-то такое вот, чтобы он был слабым. И только в этом состоянии вы могли бы с ним, ну, собственно, находиться в отношениях. Вот. То есть, по-другому никак вы этого сделать не могли бы. Вот. Так, я бы именно так интерпретировал бы ваше сновидение, именно так я его интерпретировал бы. Хотя, конечно, надо сказать, что интерпретация сновидений – это очень деликатная тема, и заниматься ей нужно аккуратно, осторожно, анализируя, значит, тщательно анализируя то, что… чувствуете вы, тщательно анализируя то, что хотите вы, вот, ну, то есть, грубо говоря, вот, каждый элемент сновидения, да, необходимо разобрать. Потому что только ваша ассоциативная работа с объектами сновидения может помочь здесь. Понимаете? А в ином случае это просто, вот, например, моя интерпретация, да, того, что вы увидели. То есть, ничего, ничего, ничего хорошего. Как бы. Вот. Вы можете сказать, да нет, например, меня все устраивало, грубо говоря, в отношениях, да. Мне все нравилось, мне как бы, все было хорошо. Вот. С чего вы вообще решили, что меня что-то не устраивало. Знаете? Вот. И в этом смысле, в этом смысле вы будете бравы на самом деле. Вот, чтобы не было таких историй, да, и нужно тщательно прорабатывать. В частности, например, что происходило за, например, две недели до того, как вам приснился этот сон. Что было? Ну, ну, конкретно. В частности, анализ данных аспектов, да, позволит увидеть причину, что это позволит определить, что стоит за сновидением вашим, грубо говоря. Вот. Вот, в принципе, то, что можно, можно вам ответить на ваш текст. Кстати, не знаю, специально вы или нет, или случайно написали все так, как будто это, знаете, как, ну, как будто это рассказ в реальной жизни, а потом в конце выясняется, что это всего лишь был сон. Вот. Я не знаю, но если вы это сделали специально, намеренно, то это не есть хорошо. Потому что вы ввели в заблуждение нас, знаете. То есть, как бы, здесь, понимаете, не литературный клуб, как бы, да, и нужно, чтобы, ну, вы говорили, вот, как есть. А у меня сложилось такое впечатление, что вы вкладываете в это какое-то, ну, большее значение. Вот. Хотя я могу быть не прав в этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.